Здравствуйте, дорогие друзья евреи! Добрый вечер! У нас сегодня в Иерусалиме вечер. Мы начинаем наш видеоурок с темы, которая называется «Наш ответ миссионерам». Тема очень непростая, я бы сказал, сложная тема, и я впервые участвую в полемике такого рода. Сейчас объясню, почему участвую, и объясню, почему она серьезная, очень серьезная для нас, для евреев, которые соблюдают заповеди Торы. Дело в том, что иудаизм предпочитает мне вступать в полемику с другими религиями, с другими верами, с другими мировоззрениями. Мы ничего не говорим о преимуществе одной веры перед другой, поскольку Тора, и мы вместе с ней отлично знаем, что в такого рода спорах истина, как правило, не находится, а наступает момент непонимания, недопонимания, а иногда и вражды. Вы мне за эти темы настолько важны, что я написал основные положения своего урока на листочках, и иногда буду заглядывать, если разрешаете. Так вот, любая межконфессиональная полемика Торы не приветствуется. Почему? Потому что, как правило, любая полемика такого рода начинается с одной целью, затевается с одной целью для того, чтобы рекрутировать в свои ряды новых людей, новых празелитов, именно празелитов, а у иудаизма такой цели никогда не было и нет, по крайней мере, в обозримой исторической перспективе, начиная с сегодняшнего дня и дальше. Дело в том, что юдаизм не предполагает никакой агрессии в адрес других людей для того, чтобы их к себе привлечь, потому что предполагается, что еврей, который соблюдает 613 заповедей, он является праведником, а для того, чтобы стать праведником нееврею, достаточно соблюдать 7 заповедей, 7 заповедей, которые были даны сыновьям Ноя. И поэтому миссионерство, в принципе, у нас запрещено. Но дело-то в том, что в последнее время необычайно активизировались кружки миссионеров, такое движение есть миссионеров, христианских миссионеров, которые активно борются за души молодых евреев, главным образом молодых, и именно тех, кто неустойчив в Торе, которые просто не знакомы с основными положениями Торы и рекрутируют их в свои ряды. И поскольку это дело касается евреев, мы не можем оставаться в стороне, и поэтому мы предлагаем сейчас небольшое обозрение на эту тему, почему, в принципе, иудаизм ни в чем не согласен с христианством, почему евреи не стали христианами, несмотря на то, что образ главного подвижника всего движения, которое называется христианством, был Христос, он происходит по их же собственным заявлениям из нашего народа. Люди, которые попадают к миссионерам, к которым обращаются миссионеры, они не знают, что ответить на их проповедь, и поэтому нужно, наверное, предупредить их и сказать, что их обманывают. Как обманывают? В чем сейчас мы с этим и разберемся? Наша задача – объяснить этим евреям, в чем разница между двумя этими подходами – еврейским и христианским, после чего они сами, конечно же, сами решат вернуться ли к Торе или оставить Тору, не дай Бог, стать христианином. Сразу нужно сказать с самого начала, и это очень важные слова, как мне кажется, что христианство не может не подкупить незнающего человека, человека, который не знаком с ним, своим призывом к всеобщей любви и прощению. Это, на самом деле, очень красивая доктрина. И оставить равнодушным любого человека, который обладает просто душой и который хочет стать лучше, она не может его не затронуть и не может даже не привлечь. Эта вещь очень непростая. Христианство настолько высокая религия по своей духовности, что оно не оставило в стороне, в принципе, ни один народ. Главным образом, ни один из народов, которые живут в западном полушарии, народ запада. И образ учителя, который стоит в центре этого учения, он настолько привлекателен, он настолько, я бы сказал, продуманно прекрасен и все-таки привлекателен, что не оставляет равнодушным ни одного человека с душевными потребностями. Христос, так его зовут в христианстве, предельно мягок, он полон любви ко всем, он призывает людей к совершенно новые неожиданные вещи, которые никогда не было в древности, полюбить всех, полюбить всех, в том числе и своих врагов, и это не может оставить равнодушным ни одного нормального человека. И все это, предпри всем при этом, он обладает некоторой мистической таинственностью, хотя и прочерчен в Евангелиях предельно четко и ясно. Недаром искусство западного мира вкладывает многие усилия в раскрытие этого образа и в музыке, и в живописи, и в литературных произведениях, он завораживает. Вот слово я наконец-таки подобрал, которое хорошо его описывает. Образ Христа завораживает любого, кто на него пристально посмотрит. И, можно сказать, недаром и не случайно все христианство, как мировоззрение, как религия, как вера при своем возникновении и распространении по существу нигде не получило отпора. Оно возникло, как известно, в еврейской среде, я не собираюсь заниматься здесь историческим анализом, потом распространилось на другие народы, вышло отсюда из страны Израиля, захватило весь Ближний Восток, распространилось в Восток, а потом и на Север, и охватило по существу почти всех христианских, европейские народы, которые все встали под знак христианского учения, под знак креста. Среди веков, ну, примерно, можно сказать, через 400 лет возникла новая религия, тоже недалекая от заповедей иудаизма, ислам, и он распространился тоже моментально в течение одного-двух столетий и захватил все оставшиеся страны. Здесь, на Ближнем Востоке распространился на Восток Среднюю Азию, и в Переднюю Азию, весь север страны Магриба, всю Северную Африку захватило это движение, и южные районы Европы, от Испании, Южная Италия, Греция и так далее. И весь мир был поделен, я говорю про западный мир, поделен был между двумя этими религиями. И, в принципе, я даже сейчас не могу назвать хоть одну общину, хоть один народ, хоть одно племя, которое рано или поздно не перешло или в ислам, или в христианство. И вот здесь это интересно и заявить, что везде в то время были евреи, везде были наши колонии, наши соплеменники жили, и, в принципе, ни одна еврейская община целиком, если на нее не было оказано физического воздействия, физического принуждения, целиком, как правило, в христианство не перешла, ни одна из общин. И это как раз и является очень интересным феноменом. Несмотря на то, что христианство и мусульманство – это две этические религии, религии, которые предлагают не только новый взгляд на происходение этого мира, на отношения с всемогущим Творцом, с Единым Творцом, как они заявляют, и это взято было у евреев. Мы не против этой идеи, это правильная идея, Всевышний один. И несмотря на все на это, удар – главное направление, направление, которое предлагают эти две религии, два направления, которые предлагают, в каком нужно развиваться любого человека, это этическое направление, а именно пересмотреть свое отношение к миру, к миру людей. И та и другая религия предлагают именно любовь, предлагают именно веротерпимость, и просто терпимость по отношению к другим людям, и только евреи на этот лозунг не купились. Можно было бы сказать таким образом, что христианство – это не что иное, как любовь и прощение. Как говорят философы, это философия рабов, так это было написано не в плохом смысле, философия рабов – это рабы, как люди, которые ничего не имеют, и вдруг обретают целый мир. Любить своих хозяев, в частности, но любить всех, найти в себе такую силу, когда полюбить своего врага, в принципе, эта вещь парадоксальная. И снова повторяю, она не может оставить человека равнодушным, человек примерит обязательно к себе это требование, и вдруг с удивлением обнаруживает, что да, он может прощать всех своих врагов, и это наделяет его новой силой, легкостью мира ощущений. Мусульманство – это порядок, безопасность, это взаимное уважение, не в такой степени, как все прощения, но, как говорят философы, это философия торговцев, любви у них уже было полно, человек торгующий, он уже любит своих покупателей, им теперь оставалось только спокойствие, обнаружить безопасность и взаимное, это очень важно, уважение. Мусульманство этим обеспечивало всех, кто вступал под зеленый флаг ислама. Но ни одна, повторяю, еврейская община, ни в Европе, целиком, без физического принуждения, не перешла ни в мусульманство, ни в христианство. Мы сегодня будем говорить о христианстве, и остановимся именно на нем, если не было никакого физического принуждения. Были такие случаи, но их было очень мало. Почему? Почему евреи остались единственным этносом, который не поддался на уговоры, на призывы таких совершенно замечательных лозунгов христианства, как «любовь и все прощения». Ответ очень просто, необычайно просто. Дело в том, что для всего мира, который к тому времени погряз в идолопоклонстве, в поклонении идолам, в язычестве, как любят говорить христиане. Во всем мире эта идея любви была воспринята как новость, необычайно высокая новость, которая поднимает дух человека, выделяет его новым качеством. Это большой духовный и моральный подъем – перейти от язычества к христианству. Но для еврея, и только для еврея, это необычайно низкое падение, потому что евреи уже к тому времени находились на необычайно высоком духовном уровне. Вот сегодня я хочу об этом и поговорить. Дело в том, что уровень иудаизма в духовном и моральном плане много выше христианского. То Тора требует от евреев неукоснительного исполнения своих заповедей. А это возможно только при полном контроле над собой, тотальном контроле над собой. И просто любить – это для евреев слова. Почему? Потому что когда приходит кто-то и требует от меня, или просит от меня, или предлагает мне любить кого-то, любить, например, своих врагов, допустим, моментально последует чисто еврейский вопрос – а каким образом, в чем заключается эта любовь? Просто слова «любить» для меня недостаточны. Мне нужно показать, пояснить, как это сделать, откуда взять ресурсы внутренние, что будет в результате и так далее. Христианство после деятельности Павла, одного из подвижников Христа, так, по крайней мере, осталось в историографии, резко снизило планку обязательств. Это такая вещь, как обязательство. Обязанность человека по отношению к самому себе. Были отменены кашрут, было отменено обрезание. Только для того, чтобы привлечь новых сторонников, была совершена совершенно новая вещь. В то время евреи, которые создали первые ранние секты христианства, которые поклонялись Христу, своему Учителю, жизнеописание которого прилагается в Евангелиях, эти люди начали привлекать, после проповеди по свидетельности Павла, привлекать язычников и неевреев, людей, которые поклонялись идолам. А для этого нужно было сделать многие облегчения, были отменены, и кашрут были отменены, все остальные заповеди, что привело к широкому потоку празелитов. Тем не менее, евреи Христа не признали. Повторяю вопрос, почему этого они не сделали? Когда я давал такие уроки на семинарах, или как разговор заходил о христианстве среди евреев, среди русскоговорящих евреев, которые вышли из, или остались в России, русскоговорящих евреев, или по всему миру разъехались, и которые посещают семинары по иудаизму, задают вопросы, интересуются, и многие начинают соблюдать, соблюдать те законы, соблюдения которых мы были лишены раньше, в советское время. Да и сейчас много молодежи уже не в советское время родилась, но она жила в постсоветском пространстве, среди тех взрослых, которые жили в советское время, поэтому они никак не приобщились к вере, к вере во Всевышнем, тем более к Торе. Очень многие сейчас думают, что еврейская вера, она подобно христианской, а поскольку христианская вера почему-то у кого-то вызывает отчуждение, то и это отчуждение переходит и на иудаизм, на нашу веру. И когда я на этих семинарах затрагиваю эту тему, то почему-то со временем у меня родился такой образ, сейчас я вам расскажу, чисто литературный образ, и может быть он многое прояснит, по крайней мере вначале он расскажет некоторые важные вещи. Я предлагаю участникам семинара, участникам урока, и вам сейчас предлагаю, представьте, что сидим мы сейчас не дома перед экраном, а на экране вы видите мое лицо, мою голову, которая говорит вот этот урок. Предположим, мы вживую находимся все вместе в одном помещении. Вы и другие люди. И собралось у нас в этом помещении, ну скажем, семей 20-30. И сидим мы здесь, кто с мужьями, кто с женами, и вот я со своими детьми. И сидим мы в этом бункере, потому что мы единственные, кто остался в живых сейчас, убежав из-под страшного погрома, который ученили немцы, ну скажем, во время первого, одного из первых крестовых походов, когда они проходили через богатейшие общины, еврейские общины, которые жили на берегах Рейна. Мы с вами немецкие евреи, которые спаслись здесь. Это все, что осталось от некогда предсветающей нашей общины. Мы сидим здесь, закрылись во дворце у герцога, который находится в некоторой конфронтации с толпой горожан. Так всегда было. Он нам дал, он нам и обещал всегда нам помогать. Почему? Потому что он получал от нас хорошие деньги. Но сейчас мы к нему пришли, и он убежал. И остался только у охраны, которая тоже очень ненадежна. И все, что осталось у нас, что нам осталось? Только молиться. И вот я, предположим, наш раввин, объясняю сейчас этим людям, вам сейчас объясняю, что, скорее всего, мы сейчас не спасемся. Что, конечно же, можно выйти к беснущейся толпе этих немцев, технистских людей, которые пьют вино, пиво, размахивают своими хоругами, стягами, флагами, и требуют нашей смерти, хотят, чтобы мы сейчас вышли к ним, и что, и убить нас. Или еще они руководимы некоторыми, какими-то священниками, какими-то людьми в черных рясах, с крестами, и кричат нам, что мы еще можем спастись, мы можем выйти и креститься. Еще есть спасение для нас. Повторяю, мы здесь сидим с женами, с детьми, и можем еще спастись. А я уговариваю людей, что ничего страшного сейчас нет, не произойдет, мы просто умрем. Мы останутся, наши души останутся живы, мы еще останемся существовать. И нас сейчас встретят наши прадцы, Авраам, Искак, Яков, наши праматери. Они нас обнимут. Мы будем продолжать существовать. И мы, и наши дети. Только нельзя креститься. Так я буду говорить этим людям. А кто-то посмотрит на меня и скажет, ну, конечно же, фанатик. Ему важнее его вера, чем жизнь. Но я же ведь тоже живой человек. И здесь же присутствует моя семья. Остатки от этой семьи, не дай бог, конечно. Ну, такая картина. Вот мой ребенок, ему семь лет. Если сейчас мы все погибнем, я уговорю никого не креститься, и костер уже готов, мы сгорим живьем, наше тело сгорит, а мы будем кричать, шмаистраэль. И так будет записано. Все хорошо, если запишут, что какая-то община была полностью вырезана, убита, сожжена. А вот, может быть, даже некому будет ее записать, это никто не узнает. Я же верующий человек, я же знаю, что там, после смерти, мое существование еще продолжается. И там я встречаю, предположим, немножко нереальная картина, встречаю своего сына, вот этого маленького сына, который сейчас еще живой, последние минуты своей жизни живой. И он там, в том духовном мире, подплывает ко мне, я даже не знаю, как лицо с крылышками, я не знаю, как это будет. Он подплывает и спрашивает мне, Тата, папа, сколько тебе было лет, когда ты умер? Я говорю, ну, сколько мне лет? Ну, предположим, в моей картине, ну, 50. 50 лет, сынок. А он говорит, папа, а сколько было лет мне, когда я умер? Я скажу, ну, сколько? 5 лет? 6? И вдруг он произносит фразу, совершенно страшную фразу. Папа, и кто меня убил? Что я могу сказать на это? Это же непростой выбор. Я сейчас иду и говорю этим евреям, знаете что, братья мои, мы сейчас пойдем умирать, разве не я их убиваю? Разве не я беру на себя такую большую ответственность остаться верным нашему Всевышнему, нашему Творцу, нашей Торе, нашим заповедям, ну, не принять христианство? Чем же плохо, настолько христианство плохо, что мы свою жизнь отдадим только, чтобы не креститься? Вы знаете, когда я готовил этот урок, я знаю ответ на этот вопрос, я решил сначала дать его в конце. В конце скажу, и вот почему мы рискуем своей жизнью и убиваем своих детей, ведь это же я его убил, своего сына. Но я не буду оттягивать это до конца, я решил не устраивать здесь никакого детектива, потому что у нас не литературная конференция, я сразу расскажу конец. А потом посмотрим в финал, другую альтернативу. А потом посмотрим, насколько это вкладывается в концепцию, которую сейчас я собираюсь перед вами рассказать. Дело в том, что есть альтернатива. Альтернатива очень простая. Мы остались все живыми. Мы вышли, и нас побрызгали этой водой. Мы же понимаем, что это глупость. Предположим, мы так думаем, что никакой святости в этой купели нет. Мы остаемся живыми, как это сделали те люди, которые назывались маранами в Испании, чтобы спаться в Испании со своими детьми, потому что детей-то им не давали вывозить. Они приняли это крещение. И ведь подпольно ведь соблюдали, и рисковали, и боялись попасться на глаза инквизицы, которые выискивали, кто подпольно соблюдает заповеди Торы. Их же убивали тысячами, сжигали на кострах. И они все равно же соблюдали. Ну, уж перешел в христианство, ну, перестань ты это делать. Они не могли это не делать. Почему? Так или иначе, мы сейчас с вами берем и крестимся. Хас Вахалилу, не дай Бог. Но крестимся, и же такая альтернатива тоже остается. Мы вышли, крестились. Потом выжили, прожили эту жизнь. Может быть, убежали в Голландию, не знаю, где. Потом стали евреями. Я не знаю. Главное, сейчас не будет у нас никакой смерти. И когда-то мы все умрем. Каждое свое время. И вот я тоже умираю. И вот там ко мне подплывает мой сын и спрашивает. Папа, сколько тебе было лет, когда ты умер? Я ему говорю, ну, 60-70. Столько лет в моей жизни? Больше. А он говорит, а сколько лет было, когда я умер? Я говорю, сынок, тебя лучше знать. Ну, по-моему, мы же здесь все в духовном мире знаем, сколько тебя. Тоже 60-70. В 88 тебе было, сынок. И вдруг он смотрит и задает вопрос совершенно невозможный. Я не могу его пережить. Он мне спрашивает. Папа, и что ж ты меня тогда не убил? И только ради этого одного я начинаю заниматься торой, смотреть, что мы можем потерять, если мы примем крещение, если мы примем вот эти вот самые брызги из святой купели. Вот на эту тему я и хочу сейчас с вами поговорить. Дело в том, что все, что привлекает людей в христианство, а я повторяю, это высокая вера, это высокая религия, и списывать со счета это невозможно, это будет неправдой. Все, что привлекает людей в христианство, уже есть в иудаизме, уже есть в торе. Отметьте, что не все, что есть в иудаизме, высокого, высокоморального, и есть в христианстве. Например, нам говорят, что христианство – это просто пример. Это не что иное, как, например, требование отказаться от агрессии. Ударили тебе по одной щеке, подставь другую. Вы слышали такую тенденцию? Все её знают, она очень расхожая. То есть, прости своего врага, и он перестанет тебе быть врагом. В этом цель всего поведения. А ты не все люди – братья. И, правда, братья во Христе, но ведь это же не важно. Главное, что они братья, что они все вместе. И совершенно невдомёк празелитам, что всё учение о братстве, о любви, которая есть в христианстве, это не что иное, как подражание еврейскому закону, а любви к своему ближнему. Не более, не менее. С тем только отличием, что согласно иудаизму, согласно нашей Торе, такого уровня смирения, когда поставляешь под удар врага свою вторую щеку, можно потребовать от себя, но не от других людей. Это не что иное, как моральная сентенция, совет, но это не закон. Так нам часто очень говорят, еврейский Бог, он ревнивый, он жестокий, он требовательный, а наш христианский, он мягкий, всепрощающий. У вас написано око-за око, а у нас. Ударили тебя по щеке, поставь вторую щеку. Очень интересно отвечаю я. Мне нравится этот закон. Я тоже хочу найти в себе силы поставлять врагам вторую щеку. Но что это означает? Это такой закон. Предположим, мы с вами живём в каком-то селе, в христианском селе. И вдруг приходит к Ксензу, Попову, к какому-то местному иерарху христианскому. Приходит человек и жалуется на другого человека, говорит, он его ударил по щеке. Говорит, ну-ка, покажи-ка мне свою щеку. Смотришь на щеку, там действительно отпечаток пятерни остался на этой щеке. И этот иерарх говорит, о, узнаю руку кузнеца в акулы. Так его звали. Молодец какой, сильно он тебя ударил. Так вот, ты же будь хорошим христианином. Пойди-ка сейчас к этому кузнецу и поставь ему вторую щеку. Все смеются и скажут, ну, Рав Петербургский, что-то странный пример какой-то предлагаешь. Но ведь мне сейчас только этот пример показали, как знак мягкости, все прощения, как знак высокой моральной требовательности стороны христианства. Это не закон. Это, оказывается, просто сентенция. Можешь найти все такие силы, пожалуйста. А наш закон око за око, это же закон. Око за око означает, что если кто-то пришел с этим отпечатком, и этого человека кто ударил, сейчас мы приведем к ответу. Вот это и называется справедливость. Мы не можем сказать другому человеку, ни в одной христианской стране это не будет принято к рассмотрению, ни в одном суде. А, он тебя ударил, поставим вторую щеку. Где вы это слышали? Это не что-либо, как пропать все терпения. Это не является законом. А, следовательно, противоставлять два закона, ударили тебе по одной щеке, поставь другую. И второй закон, око за око, глаз за глаз, зуб за зуб. Их просто некорректно, их противоставляют друг к другу. После этого нам говорят, что еврейский Бог ревнив и жесток. Так вот, я могу сказать, что христианство – это не что иное, как шаг назад по сравнению с иудаизмом. Вот об этом-то и сегодня и пойдет у нас речь. Для этого нужно посмотреть главные постулаты христианства. Я их взял и выписал. Выписал вчера вечером, а сейчас их прочитаю. Павел в своих посланиях, я уже открывал раньше эту книгу, и сейчас снова прочитал все это, выписал так называемые догматы христианской веры. Их всего четыре. У меня выписалось ровно четыре догмата. Первый, следующий. Иисус был мессией. Мессия по-еврейски – это Маших, по-гречески – Христос, помазанник. Его предшествие – это тот, кто приходит и освобождает человечество от тягот его нынешнего существования, решает все проблемы, приносит свободу людям, освобождает их. Так вот, его предшествие предсказывалось, так написано, у Павла предсказывалось библейскими пророками, еврейскими пророками, те пророчества которых выписаны в Ветхом Завете, так они называются в нашей Торе, и давно ожидаются евреями. Павлина Павла написал, давно ожидались, а теперь они реализованы. Следующий момент. Иисус является также не просто мессией, а он является сыном Бога, и как сын практически обладает теми же самыми качествами, что и отец. Это первый тезис. Второй догмат. Человек, обычный человек, любой человек, плохо грешен по своей природе, у него грешная природа. Все человечество было проклято из-за первородного греха Адама в саду Эдем, христианский Эдем, у нас Ган Эден. И еще, еврейская Тора не может спасти человека от этого проклятия, потому что ее многочисленные заповеди слишком трудны для исполнения, об этом говорит Павел. Но единственное, что может спасти от полного проклятия и ада, это вера в Христа. Если ты веришь в Христа, то у тебя есть спасение, ты спасен, ты не погибнешь в момент смерти, ты остаешься для существования дальше. Третий догмат. Вначале евреи были избраны народом, да, это признается Павлом, всеми христианами, но потом Бог якобы отверг их за отказ принять Его Сына Иисуса. Евреи не приняли Иисуса, и поэтому они теперь не Бога избранный народ. И само имя Израиль, Исраиль, которое было даровано Богом своему народу, принадлежит отныне не евреям, а тем, кто верит в Иисуса Мессию. Только они достойны, по словам Павла, его любви и защиты. Больше Иисус Мессия никого не защищает, только тех, кто признал Его как Божьего Сына. Все остальные обречены гореть в геене огненной. Таковы его слова в русском переводе. И четвертый догмат, я выписал как последний. С приходом Христа остается один только закон. Нету 613 законов Торы, нету законов мудрецов, а только один закон, и он всеобъемлечь, это обязанность любить. Люди должны брать пример с Иисуса, подражать Его жертвенности – это очень важная вещь, смирению, долготерпению, в надежде на то, именно в надежде на то, что Бог проявит милосердие по отношению к ним. А вот теперь я привожу возражения евреев на эти 4 тезиса. По первой возражении, Иисус не мог быть Мессией. Почему? Потому что библейские пророки, на самом деле, предсказавшие, что Мессия придет, они предсказывают, написано во всех пророчествах, в то же время обещали, и это очень важный момент, что после прихода Машеха наступит эра, период всеобщего мира и любви. Но, как мы видим, до сих пор это не произошло с приходом Христа, даже если он и приходил сюда под видом Мессии. Кроме того, всякие разговоры о том, что Мессия является, Христос является Сыном Божьим для евреев, абсолютно неприемлемы. Согласно тем же библейским пророчествам, Спаситель, если уж применить это слово, что Он спасает людей, будет лишь выдающимся руководителем и учителем, но не более того. То есть, тот, о ком говорится в еврейских пророчествах, не является Божьим Сыном. Это обычный человек воплоти, человеческой воплоти, он придет и спасет нас, принесет нам свободу. Это ответ на первый тезис. Потом дальше, может, я еще раскрою некоторые моменты здесь. Вторая вещь, второй тезис, второй ответ на второй догмат Павла. Хотя первородный грех действительно существует, мы это признаем, была такая вещь. На самом деле, Адам нарушил первую, единственную заповедь, которая была дана Творцом, и он съел тот плод, который был ему запрещен, а поэтому был изнан из Ра, из Ган-Эдена. Несмотря на то, что первородный грех действительно существует, мы под первородным грехом, кстати, понимаем именно нарушение этого запрета. Есть. Часто я встречаю христиан, которые думают, первородный грех заключался в соите между Адамом и Хавой. Немножко странно, просто нужно, конечно, знать основу своей религии. Так или иначе, мы признаем, что такой первородный грех был, Адам нарушил запрет и съел этот плод. Но, тем не менее, Тор учит, что человек может преодолеть последствия этого греха, и это важная вещь. Этот грех не давлеет над человеком, он не является непреодолимым роком, который нависает над нами, и мы не можем избежать его последствий. Да, говорим, и человек грешен, вне всякого сомнения. Любой человек способен к греху, но именно для нашего исправления, именно для нашего совершенства когда мы желаем спастись, мы хотим исправиться, мы хотим не спастись, а именно исправиться, мы хотим достичь совершенства, мы и получили от Всевышнего Тору. Абсурдно думать и утверждать, будто дарованный Всевышним закон, невозможно или его трудно исполнять, он нам дан как испытание. А есть такое правило, никогда никому, и в личной, и в частной жизни, и в жизни всего народа, Всевышний никогда не дает испытание, которое нельзя выдержать. Более того, это очень важно, нам неизвестен ни один источник иудаизма, где бы говорилось о возможности спастись с помощью одной лишь веры, без соблюдения тех заповедей, которые нам дает Всевышний. От себя маленькое отступление, это все равно, чтобы прийти к врачу, после того, как была снята повязка с руки, и мышцы немножко атрофированы, и мне врач говорит, знаешь что, дорогой пациент, а теперь думай, верь в то, что рука пройдет сама по себе. Я говорю, а физиотерапию какую-то, может быть, нужно сделать, какие-то упражнения нужно сделать, не надо никаких упражнений, только усилия веры, не усилия воли, а усилия веры, где-то способны. Мне нужны некоторые практические вещи, и тем более, когда мне говорят любви других людей, всегда мне нужно научить, как это можно делать. Так вот, искренняя вера в Бога должна привести именно к соблюдению Его заповеди. Спасти свою жизнь, то есть оправдать жизнь человека, наделить ее разумным содержанием, можно только соблюдая заповеди Всевышнего. Так утверждают евреи, и в этом может быть одно из наших принципиальных отличий от христианских воззрений. Третий тезис. Третий тезис у нас был очень простой. Вначале евреи были избранным народом, но потом Бог их отверг за то, что они не приняли Его Сына, отвергли Его Сына. Так вот, невозможно себе представить, будто Бог решил однажды отвергнуть еврейский народ. Второе, однозначно, однозначно, без всяких сомнений, и многократно говорится о вечности нашего союза с Ним. Всевышний не человек, чтобы отменять свои обещания. Если Он сказал, что будет так-то и так-то, то так оно и будет, и в этом нет сомнений. Он поэтому и является Всевышним. Четвертый тезис. Мы говорили о том, что с приходом Христа остался лишь один закон. Так нам сказали, да, это обязанность любить, а все страны заповеди отменены. Так вот, Тора дана людям на все, на вечные времена. И она сама в своем тексте несколько раз повторяет это обещание, что навсегда она дана. Мы сейчас увидим эти цитаты. Поэтому ее нельзя заменить ни на какой новый договор или закон. Ничего не получится. Одной любви здесь явно недостаточно. Надо, это важный момент, надо уметь выражать свою любовь. Как раз этому нас и учит Тора. Любовь к ближнему – это лишь одна из ее заповедей. Но любовь необходимо подкреплять добрыми, конкретными добрыми делами, а не просто любить отдельно от поступков. Итак, Христос никак не привел себя в роли Машееха, как мы знаем, в роли Мессии, говоря по-христиански, как его ждали, его появление ждали евреи. Он не пришел нам в том виде, о каком говорили нам наши пророки. Пророчество о мессианской эпохе, о бере прихода Машееха, у меня здесь два слова называют, Машееха и Мессия, потому что у христиан это, по крайней мере в русском языке именно так это произносится, а у нас, мы уже привыкли говорить Машееха, это одно и то же. Так вот, пророчество об этой эпохе предсказывает, что в будущем всех жителей Земли ожидает счастливая жизнь в бесконфликтном мире. Об этом написано у пророка Исаии Шаяу. При полном торжестве любви и универсальной истины, когда исчезнет все зло в любом своем проявлении, и не будет ни лжи, ни ненависти, ни зависти, ни насилия, и главным образом не будет идолопоклонства. И, как мы видим, ничего этого не произошло с приходом, первым приходом упомянутого Христа, и христианство не сумело выполнить ни одного из этих условий, которые прописаны в книгах наших пророков. Они говорят, что Машеех, конечно же, выполнится задача, но не сразу, он еще второй раз придет, а у нас написано, что сразу же, не со второй попытки, а с первой же Машеех и приведет нас к этой эре долгожданной. Христианство учит также о том, что Иисус был как бы двойником Бога. Кочувственные слова, вы знаете, мне даже трудно их произносить, своими еврейскими устами, своим еврейским ртом. Якобы Бог наделен некоторыми человеческой плотью, качествами человеческими. И плотью, именно во плоти Он существует. Евреи решительно и с самого начала отвергают эту концепцию. В это могли поверить только те язычники, которые вообще привыкли поклоняться идолам. И когда им пришли, сказали, а вот теперь еврейский Бог, невидимый, вездесущий, всемогущий, растворенный во всем этом пространстве, кроме пространства, язычник, все ничего не мог себе представить. А он теперь взял и нашел в себе конкретный образ. И этот образ является сыном того Отца, который на небесах. Язычнику легко в это поверить, сделал поклоннику. Еврею в это поверить совершенно невозможно. Придется делать большие, философские, совершенно умопомрачительные, усиленные, вывертые логики, философии, главным образом, чтобы оправдать эту идею. Чем и занималась европейская философия и теология многими века. Итак, про двойника Бога. Тот, кто утверждает, это важный тезис, я вот записал, будто Всевышний может принять или даже принимает облик человека, тем самым принижает само понятие величия Всевышнего и подрывает веру в его единство и абсолютное величие, всесилие. И говорить о Боге-человеке это не что иное, как делать заявление, которое значит быть идолопоклонником. Это идолопоклонное заявление. У нас разные взгляды, у нас и у христиан разные взгляды на роль человека в этом мире. Христианство не видит пользы в действиях человека как такового, в его стремлении к совершенству для него, для христианства, любая попытка человека оправдать свое существование в принципе или обречена на провал, или не обречена на провал. От человека ничего не зависит. Евреи же убеждены, что человек может приблизиться к Богу. И это разительно отличает нас от христиан, которые говорят о предельном, о состоянии предельного разочарования материальной и физической жизнью, которая является якобы носительницей греховности. И она полностью зависит от воли Всевышнего. А мы говорим, что человек может приблизиться к Богу, как? Выполняя его заповеди, причиняясь его воле, но при этом оставаясь тем, у кого есть свобода выбора. Для евреев поднять, важно поднять любое действие, любое действие своей жизни, любую мысль, любой поступок поднять до высот святости. Это очень важная вещь, это его задача. Мир нейтрален, он не греховен, он не свят, но своими усилиями человек может поднять любую реальность этого мира к святости, а может опустить его и сделать совершенно недопустимым, антисвятым. Например, простая вещь, мы можем говорить о том, что вино плохая вещь, как мусульман, они говорят, что вино запрещено, нельзя пить вино, это грех. Евреи говорят, нет, грех это, когда ты пьешь много вина, грех это, когда из-за вина ты теряешь свой человеческий облик, опуская себя до животного состояния, но поднять вино при помощи вина, осветить день, например, субботний или праздник, это и есть задача человека. Вы слышите, будня, будничная вещь, вино, а я его поднимаю и говорю, кедуш, освещает тем самым и этот бокал вина, и святость этого дня, и всех людей, которые сейчас здесь собрались в субботу. То же самое с вином, то же самое с семьей, отношения между мужчиной и женщиной можно превратить в самые грязные отношения, которые вообще могут быть между каким-то объектами этой вселенной. Недаром страшный ругань, который очень часто наполняет многие языки мира, имеют отношение именно к сексуальным атрибутам, составляющей жизни человека. Так вот, можно это опустить до низкого уровня, необычайно низкого уровня, даже не до уровня животных, которые делают это, потому что им положено так делать, нет, именно опустить это состояние грязи, а можно поднять это до свято, до высокого уровня святости семьи, поэтому и говорят, что у нас сама свадьба, святой акт создания того, что угодно Всевышнему. Муж и жена становятся святым союзом, который уподобляется союзом между евреями и Всевышним. В этом заключается, может быть, задача человека не устраниться, сказав, что тело человеческое греховно от близости между мужчиной и женщиной, а осветить их при помощи определенных законов, которые фиксируют и которые закрепляют именно в закладательном порядке именно эти отношения. Не больше, не меньше. Еще несколько вещей, например, еда, можно обжираться, а можно из пищи делать, меня извините, именно посвящение Всевышнему из той же самой еды, это были жертвопоношения в храме, и поэтому евреи признают богословение перед едой, поэтому нужно смотреть внимательно за своими желаниями, чтобы не сделать из этого неприятную вещь, не обжираться, неприятную вещь ни для своего организма, ни для окружающих, не сделать из нее идол, которым поклоняются, еда очень часто делается идолом людей, а можно просто взять и осветить, например, готовить субботнюю еду, провожать гостей, устраивать акты гостеприимства своим субботним столом при помощи вкусной и разнообразной еды, а для христиан и вина, и семья, и еда в своей основе, это не что иное, как объекты греховности, и от них нужно удалиться. А вывод очень простой, евреи радуются жизни, хотя она и трудна. Эта вот радость и жизнь, между прочим, нашла воплощение в главном образом в хасидском движении, это предельная радость жизни, даже когда жизнь в принципе тяжела и может даже неуносима, когда экономически трудно жить, и врагов очень много, и погромы гигантские, и в то же время хасидские песни, хасидское застолье, хасидское веселье, одно из самых ярких проявлений высоты человеческого духа. Евреи радуются жизни, ведь не даром же у нас у евреев посты запрещается больше одного дня. Посты есть положительные вещи в нем, а больше одного дня поститься нельзя, и есть некоторые запреты на отношения между мужчиной и женщиной внутри семьи, и в то же время христиане считают полезным, например, наоборот, аскезу, посты многодневные, монастыри уйти, принять на себя безбрачие, это то, что евреям совершенно запрещено делать, безбрачие, а именно человек без брака, живущий вне брака, считается, как бы, подобляется мертвому, он не выполняет одной из своих главных задач, плодиться и равнажаться, а именно еще один очень важный момент, семья это основа еврейской общины, это не что иное, как базис его экономического содержания, община состоит из семей, и чем больше у нас семей, чем они больше помогают общине, тем лучше выжить всем нам, поэтому, когда приходит какая-то женщина, оказывается, женщина потеряла мужа, то мы не берем на себя ее, берем, конечно, на себя ее, как обузу, будем ее кормить, вся община ее будет кормить, но первым делом, сейчас же моментально, евреям бросается искать ей мужа, соответствующего мужа, подобающего ей, достойного, чтобы она согласилась выйти замуж, и тогда получается новая семья, которая будет сидеть не на шее его община, а помогать ей. Это позитивные моменты в еврейском существовании, почему я их подчеркиваю, потому что это очень важно, я могу критиковать христиан, но ничего позитивного не сказать о нашей внутренней еврейской жизни, и это будет не самый верный, не самый правильный ход нашего урока. Между прочим, мы так все сказали, что евреи убеждены, что могут приблиться к Всевышнему, выполняя его заповеди, правильно мы сейчас только сказали, но при этом оставаясь теми, у кого есть свобода выбора. Между прочим, это очень важная вещь, свобода воли, свобода выбора. Зависли ли мои поступки от меня, от моего желания, или же они зависят только от Всевышнего. Вот что я прочитал у европейского историка философии. Моя любимая книга из нееврейских Бертран Рассел «История западной философии». Книга вторая, часть первая, глава четвертая. Глава называется «Философия и теология святого Августина». У меня есть знание Августина, один из иерархов церкви. Он жил в начале V века. Он остался после себя труды, которые стали основоплагающими дихристианства. Так, по крайней мере, почти все христианские церкви говорят. А вот теперь я читаю о нем. Августин в книге, которая называется «Град Божий», так на русский язык переводится, это первая, треть V века, утверждает, читаю, «Что Бог разделил людей на избранников и проклятых не за их заслуги или грехи, а по своему произволу. Все одинаково заслуживают проклятия, и потому проклятые не вправе роптать на свою судьбу». И приведенный отрывок из Святого Павла, из послания Святого Павла, там приводится отрывок Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 11 и 12 стихи. Так вот, этот отрывок, который приводится Бертонам Рассела раньше, показывает, что по мнению Августина злые люди злы не потому, что они прокляты Всевышним, а не прокляты потому, что они злы. Вы слышите? Так решается вопрос о всесиле Творца. Не зависит моё будущее существование, моё спасение, не зависит от моих добрых дел или злых, злой я или добрый, а полностью отдано на откуп Всевышнему. Между прочим, он всесилен и называется «не зависит от наших действий». И это надо бы объяснить. На самом деле, если он всесильный, то зависит ли он от меня. В Евреи говорят, что всё, что я получаю своей жизни ни что иное, как последствия моих поступков, тех поступков, которые я свободно выбрал совершить и совершил. И Всевышний так устроил этот мир, что именно мои поступки являются и оказывают влияние на всю мою дальнейшую жизнь. Они качают чашу весов наказания или награды вправо или влево, оставляя за мной, оставляя мне возможность исправления. Я могу исправиться, но тоже только по своему свободному выбору. Мне мои оппоненты возражают. Как же это Всевышний, если он зависит от тебя? Захочет он, он и правильного, праведного человека может наказать и лишить его всякого спасения. А захочет и злого человека наделить благодатью и благодатью спасения. Мы с этим категорически не согласны. И так или иначе, отвергая христианство в целом, и это важный момент, иудаизм никогда не оспаривал и не оспаривал и сейчас духовную сторону его учения. При всей банальности проповеди Иисуса, они на самом деле очень простые, банальности это наругательство, при всей его простоте, с точки зрения Торы, они унесли неоспоримый вклад в формирование того, что называется духовно-нравственными ценностями всех нееврейских народов. Но любой еврей всегда знал, если он хотя бы соблюдал или выжил какой-то, жил в какой-то религиозной среде, знал, что Тора дала ему уникальную связь с самим Всевышним. Все, что обнаружено им в христианстве, все, что он может найти в христианстве, мешает этой связи, противоречит этой сути. Почему? Если мы говорим, что от моего поступка никак не зависит мое будущее существование и существование в целом мира и в физическом мире, существование всех людей и в духовном мире, то как можно сказать, что мне делать и что мне не делать? Я теперь могу поступать, как я хочу, потому что это никакого влияния ни на что. Так вот, именно поэтому еврейский народ веками отвергал христианскую догму. Евреи верили полной веры в то, что мы идем единственным правильным путем, который предначертан нам Всевышним, который дал нам Тору на Синае и категорически отказываемся сойти с этого пути. На протяжении двух тысяч лет христиане стремились обратить евреев в свою веру. Собственно говоря, я не знаю, прав я или не прав, но мне кажется, что именно в этом состоит основная содержательная сторона христианства, именно в этом заключается цель этой религии. Ведь Иисус, как они утверждают, главный объект их поклонения, Он родился евреем. Он получал евреев, проповедовал среди них, среди евреев, а они взяли и его отвергли. Подумайте, как можно отстаивать истинность христианской религии среди евреев, если соплеменники евреи, соплеменники самого Иисуса отказались признать его истинность? Вот почему одна из главных целей христиан за сайт еврейский народ принять их спасителя? Вы можете спросить, конечно же, меня можете спросить прямо сейчас, что во всем этом ужасно, ничего страшного нет. В худшем случае я буду верить в лже-мессию, в ложного пророка. Разве я что-то потеряю? Конечно же, мы в этом потеряем очень много, мы в принципе все сразу же потеряем. Поэтому для начала, чтобы узнать, что мы потеряем, рассмотрим основные концепции христианства, не Тейси Павла, а прямо существующего христианства в той практике, в том виде практики, в которой существует сейчас. Оно существует сейчас. Первое мы уже обсудили, Иисус был мессией, так тоже это христиане. А вторая вещь, очень важная, называется Троица. Большинство христиан верят в то, что Бог Всевышний, Всесильный состоит из трех лиц, одновременно из трех лиц, Отца, Сына и Святого Духа. Это называется Троица. Третье, перевоплощение или воплощение. Христиане верят, что Сын, а именно вторая часть Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, Сын, явился на землю в оплате, физической плоти человека по имени Иисус и посредничества, а именно в соответствии с этой религией, с христианскими догмами, ни один человек не имеет прямого доступа к Богу. Есть у нас посредник между нами, единственным посредником между людьми и Отцом является Его Сын, Сын Божий Иисус. Так вот, на это у нас тоже есть возражение. Возражение следующего характера. Первое возражение. про Иисус, о том, что Иисус был в Мессии, мы уже говорили, перейдем к о том, что про Троицу. Так вот, есть у нас формула, формула очень простая. Я ее сейчас произнесу. Формула еврейского мира, формула Торы. Я ее говорю. «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний Он один». Это означает, что нет никого другого. Если еврей поклоняется тройственному Богу, если еврей, у нас сегодня с вами 90 минут урок нам сказали, если еврей поклоняется тройственному Богу, в какой бы то ни было форме, в любой форме, он считается идолопоклонником. Ведь идолопоклонники это не только те, кто почитают Богов из дерева и камня, а именно в той форме, в которой нам хотят продать образ Иисуса. Это не что иное, как для евреев идолопоклонство. Это очень непростая вещь, то, что я сейчас сказал, очень непростая вещь. Изданно ведется спор, он зафиксирован в наших книгах. Не значит, что сейчас кто-то спорит на эту тему. Чем является по отношению к еврейству, вообще чем является христианство? Это идолопоклонные религия или же нет? Это вера в единого Бога, принявшая такую форму. И интересно, что все еврейские мыслители, которые жили, которые жили, существовали в мусульманских странах, не в христианских, однозначно, без всяких обвиняков, объявляют, что христианство вне всякого сомнения идолопоклонная религия для евреев. То есть, если еврей становится христианином, он занимается идолопоклонством. А сами люди, которые им, которые занимаются, которые верят в Иисуса, они тоже идолопоклонники. Так говорят почти все мудрецы, которые жили вне христианских стран. А вот люди, которые мудрецы, которые жили в христианских странах, в большинстве своем, во многом, в большей части своей, говорят, что нет. Это для обычных носителей, для обычных людей, для неевреев не является идолопоклонной. Это не поклонение идолу, но для евреев, вне всякого сомнения, это идолопоклонство. Как видим, нет никаких споров на тему, является ли это идолопоклонство для любого еврея. Это страшный грех. И это очень важно сказать об этом прямо сейчас. Это не поклонение Богу из дерева и камня, это поклонение Богу, который является, якобы пришел к нам в виде живого человека. Перевоплощение. Согласно этому догмату, Бог в виде Сына явился к людям, приняв образ человека в образе Иисуса. С еврейской точки зрения, концепция перевоплощения, еще ближе к адылопоклонству, нежели троица. То, что их три, это чего не так страшно, это отрицание Шума-Исраэль, что Всевышний один. Почему? Потому что вообще-то известно, что языческие боги, так у язычников являлись в человеческом обличии. Здесь такая же вещь происходит. Тора уделяет первостепенное внимание именно концепции единства Бога. Так написано в книге Дворим. Посмотрите, 4 глава, 39 стих. Познай же сегодня, именно сегодня, сейчас, прям, не отходя от этого места, не сходя с этого места. Познай же сегодня и прими своим сердцем, что Господь есть Бог на небе верху и на земле внизу, и нет другого, никого другого нет. Так написано на истории. Бог – это не что иное, Всевышний, не что иное, как Высшее, бесконечное существо, бесконечное не в смысле физической протяженности, бесконечное во всех смыслах. Он всесильный творец всего сущего, всего существующего. Нам, евреям, кажется, верхом абсурда всякие разговоры о том, будто некий человек явился однажды в виде Бога. В книге Бамидбар, это четвертая книга еврейского пятикнижи, сказано, Господь не человек, чтобы лгать, и не сын человеческий, чтобы передумывать. Обратите внимание, обратите внимание на категоричность этих слов. Господь не человек. А в Иерусалимском Талмуде та же мысль высказана коротко и без всяких недоговорок. Если какой-то человек называет себя Богом, то он лжец. Так написано в Иерусалимском Талмуде в трактате Таанид во второй его главе. Переходим к третий день на основе христианства посредничества. Согласно этой доктрине человек может приближиться к Всевышнему только через Иисуса. И эта христианская доктрина противоречит первой из десяти еврейских заповедей, которая гласит, читаю, «Я Всевышний, Я Господь, ваш Бог, Который вывел вас, евреев, из египетской земли, из дома рабства, да не будет у вас других богов, кроме меня». И нам приходят и говорят, что к Всевышнему нельзя приблизиться, иначе чем через Христа. Прямо в прямую же нам сказал, что «Я вывел в вас всяких посредников». Если Иисус действительно говорил то, что записано в Евангелиях, в Евангелии, в любом из них, то есть пытался выдать себя за божество, значит, он проповедовал откровенно и дал поклонство. Почему я начал это предложение слова «Если»? Да потому, что у меня несколько других свидетельств, только и сами Евангелия являются. Все-таки они же говорят, что Иисус был евреем, и это очень странно для евреев заявить такую вещь, что Он не что иное, как божество. Это просто совершенно невозможная вещь. Я думаю, что неевреи просто его не поняли, переврали, исказили. Но, предположим, будем исходить с того, что как будто бы это правда. Мы сейчас не занимаемся полемикой, я сейчас объясняю евреям, почему мы не можем принять все эти догматы, почему мы не можем принять на себя эту веру Иисуса Спасителя. Так или иначе, не удивительно из-за того, что это идолопоклонство, удивительно, что евреи того периода категорически отказались принять в нем пророка, раввин, или хотя бы просто учителя. Иудаизм, как известно, занимает особое место среди верования мировых религий. Почти все другие религии начинаются с откровения одного человека. Даже не групп людей, а одного человека. Это или Иисус, Будда, Магомед, Конфуций, Лао-Дзи. Такой человек, он пришел и проповедует новую веру, постепенно собирая вокруг себя вершинцев своих, на которых воздействуют либо чудесами, либо просто личным обаянием, либо рассказами о чем-то необычном. Или, например, проповедью любви. Это тоже очень сильное воздействие на других людей. Этот лидер считается единоречным основателем и вдохновителем целого религиозного движения. в то время как иудаизм не укладывается в эту схему совершенно. Это религия исключения. Начало мы положим не отдельно взятым пророком, а целым синайским откровением, когда весь народ стоял против горы Синай, принимая Тору и внимая словам Всевышнего, живым словам нашего Бога. Только сам Бог может создать единственную верную религию. Нет преломления через сознание отдельных людей, отдельной личности. Она всегда что-то переврет, что-то добавит от себя этой личностью. Только сам Бог может создать веру среди людей, непосредственно обращаясь ко всему народу. Я записал, высказав однажды свою истину, объяв ее абсолютно и вечной, Всевышний затем никогда не передумает, ничего не добавит и ничего не убавит от нее. Как сказано в Торе в книге Дворим 4 глава 35 стих. Тебе, обращение к еврею, тебе дано было видеть, что Господь Бог, нет другого кроме Него. С небес дал Он тебе услышать свой голос, чтобы наставлять тебя, чтобы учить, чтобы вести те правильные дороги. А вот по поводу лжепророка, призывающего нас к новой религии, Тора предостерегает нас в той же книге Дворим 13 глава 2 стих. «И если встанет в твоей среде пророк или сновидец и даст тебе знамение или чудо, и появится знамение и чудо, о котором он говорил, таки да, исполнится это, чтобы сказать «пойдем за иными богами, которых ты не знал и будем им служить, то не слушай слова этого пророка или сновидца». Так написано в книге Дворим. Итак, мы снова возвращаемся к вопросу, что теряет евреи, принявшие христианство. Ответ очень прост. Абсолютно все он теряет. Христианство отвергает фундаментальный принцип еврейской религии. И тот, кто принимает Иисуса, тем самым отрицает не просто основные принципы иудаизма, а отрицает весь иудаизм, всю Тору, всю нашу веру в Творца. Переход в иную веру это не что иное, как акт религиозной измены, отчуждения от своего народа. И этот акт наряду с убийством, крови, смешением, мы знаем, да, есть такие страшные грехи, входит в категорию самых тяжких грехов. Идолопоклонство, крови, смешение и убийство. И иудаизм их осуждает вне всяких сомнений во всех случаях. Даже угроза смерти, настолько осуждается, что даже угроза смерти не оправдывает совершение любого из этих трех проступков. Лучше, мы говорим, лучше расстаться с жизнью, лучше расстаться с жизнью, чем принять христианство. Таков наш принцип. И об этом я говорил в своем эссе, рассказе, басне про людей, которых убивают в бункере, а мы сейчас решаем вопрос, креститься нам или не креститься. Это не пустые слова. на протяжении многих веков перед миллионами евреев вставала дилемма крест или смерть. И они неизменно выбирали последнее, лучше смерть, чем крест. Миссионеры проповедуют нам любовь и мир. Но ведь сам Иисус я записал, говорил в Евангелиях от Матвея, 10 глава и от Луки, и 12 глава там так написано. Не думайте, что я пришел установить мир на земле. Я пришел не с вестью о мире, а с мечом. Сейчас мне скажут, что я неправильно понимаю эти слова, ничего не знаю. Этим мечом крестоносцы истребили сотни еврейских общин. Они смеяли смерть ради еврея по имени Иисус, и они смертели среди евреев. С этим мечом крестоносцы вступили в Иерусалим в 1215 году. Первым делом они согнали в этот город, где сейчас я нахожусь здесь, в Иерусалиме. Первым делом они согнали всех еврейских жителей Иерусалима в главную синагогу города и сожгли ее. Никто не остался живым. Люди сгорели заживо. Это были крестоносцы, люди, которые шли с крестом. Этот меч, о котором сказано у Луки и у Матвея, я пришел не с вестью о мире, а с мечом этот меч стал разящим орудием в руках испанской эквизиции, которая пытала и убивала евреев во имя христианской любви. Вспомните об этом, когда евреи за Иисуса будут говорить вам о любви и мире. Евреи за Иисуса или мессианские евреи, иуда, христиане, я не знаю, их очень много названий сейчас расплодилось, но они все делают одно и то же. Они призывают нас, евреев, оставить, изменить свои тори и перейти в лоно религии, которая идет, как мы видим, с мечом по этому миру. И еще вспомните о десятках, сотнях, тысяч замученных, убитых христианами евреев, которые предпочли смерть Кресту. Мне сейчас скажут, придут и скажут, ну ладно, рыброван, но это немножко же не так. Это была большая ошибка. Сейчас мы убираем все эти эксцессы, всю эту враждебность, все эти зверства, которые остались в истории. И что остается у нас в сухом осадке, и что иное, как проповедь любви. Давайте вернемся к этой проповеди к Рыбе. И на это я только могу сказать, что движение, которое породило собой такое массовое убийство моего еврейского народа, не может так просто от этого отказаться. Это все равно это уже мои слова. Потому что сейчас придут какие-то люди, которые скажут, вот мы начинаем движение евреи за Гитлера, давайте оставим нацизм в стороне, давайте перейдем, не дай бог, в нацистскую партию, повяжем на своей левой предплечье белые повязочки с буквами СС и устроим два-три погрома тех, кто сопротивляется нашей идее. Я думаю, что вы не скажете, что это некорректное сравнение, некорректный пример, потому что я же тоже могу сказать, оставьте в стороне все эксцессы нацизма и давайте оставим у них идею сверхчеловека еврей, сверхчеловек, как красиво по ницше это звучит. Я говорю, невозможно это сделать. Почему? Потому что сам нацизм, само христианство, они одинаковые в своем отрицании основ иудаизма. Ну а что делать, если все-таки еврей пошел и, извините, признал Христа, Иисуса? В книге пророков у нас так сказано Хискель, Хискель, посмотрите, 33 глава. Слово Господу, разве я хочу смерти нечестивого, оступившегося? Но пусть вернется оступившийся со своего пути и будет жив. И еще у Иеремиава сказано, и обратятся они, люди, которые оступились, каждый от своего злого пути, я прощу, Всевышний сказал, я прощу их вину и их грех. Еврей, который оступился и стал христианином, смотря в каком виде он стал, если он просто крестился по незнанию и пришел вернуться к нам обратно, мы даже и упоминать об этом не будем. Большая ошибка, это ошибка по незнанию была. А если он был каким-то иерархом и проповедовал других евреев перейти в христианство, делал намного хуже, и ему не просто сделать тшумову, сделать исправление, но и он может сделать тшумову согласно тем словам, которые я сейчас назвал, он сказал. Итак, те, которые по незнанию пошел за крестом, крестился, надел крестик себе на грудь, повторяю, в большинстве случаев ничего страшного в этом нету, скажет, что он его снял и больше не приходил к нам с этим ужасом, с этим символом отрицания иудаизма. Пускай исправится не больше и меньше и вернется в Нона Торы. Между прочим, очень часто бывает такое, я сейчас скажу это от себя, что человек просто еврей ищет духовности, он живет в бездуховном мире, в бездуховной атмосфере и ищет духовности. В синагоге, у него нет, наверное, синагоги в его городе, а может быть и была, и там кто-то его холодно приняли, и он не нашел ничего теплого, ничего дружественного, и вдруг к нему обратились люди, какие-то пастыри заблудших душ, да, с крестом на груди и приютили его, и он почувствовал тепло, и он оступился, и поверил он им. Понятно, что именно в силу того, что он сейчас совершает духовный поиск, ему нужно сейчас помочь взять, он может быть и поднялся, как эти варвы в Назаре христианства, он поднялся от нуля, так вот, высокого, довольно-таки уровня, но не дай Бог, он станет сейчас антисемитом и будет отвергать Тору, и теперь его нужно вытащить оттуда, спасти и показать, что он наследует большее богатство, чем то, что ему могут предложить люди с крестом на груди. Так вот, даже евреи, перешедшие в другую религию, дается всегда шанс исправиться. Он может вернуться в лоно иудаизма, тогда Всевышний его примет. При этом он должен, конечно же, откататься от своего христианства целиком, без заговорок, и принять все положения, без исключения все положения нашей Торы. Не отвергаем никого, кто оступился, никого не ругаем за то, что он в результате духовного поиска сделал ошибку, но мы должны показать людям всю красоту нашей Торы, красоту во всех плоскостях, это интеллектуальная красота, когда интересно учить Талмуд, ужасно красиво его учить, когда есть пища для еврейских мозгов, аидиша копов, это и моральное удовлетворение, это необычайное отношение, красивое отношение внутри семьи, когда каждый отвечает за каждое свое слово, когда любовь каждую секунду царит в этой семье, это отношение красивое между людьми. Понятно, что и евреи бывают разные, бывает, что и религиозные евреи как-то проявляют себя не совсем красивым образом, все мы люди, все мы можем и ошибаться, так вот будем помогать друг другу не что иное, как преодолевать свои ошибки, исправляться и приближаться к Всевышнему. Большое вам спасибо на этом, всего хорошего, шалом-шалом. Субтитры сделал DimaTorzok